Третий пакет социальных мер, направленных на поддержку населения Германии на фоне высокой инфляции, сформирован. В первую очередь помощь будет предоставлена пенсионерам и студентам. Пособия за первого и второго ребенка увеличатся на 18 евро. Оплата за электроэнергию для домохозяйств и промышленных предприятий будет установлена по минимальному тарифу. Федеральное правительство пытается бороться с дефицитом квалифицированных рабочих с помощью иностранцев. Им предложат перспективу получить немецкий паспорт, а в будущем даже оформить два гражданства. Правительство Германии ожидает, что дефицит рабочих кадров увеличится в ближайшие годы. К 2026 году, по прогнозам, нехватка достигнет 240 тысяч рабочих мест. Особенно страдают сферы здравоохранения, образования, IT-технологий, туризма. К другим темам. Немецкие торговые сети заявляют о дефиците майонеза из-за нехватки ингредиентов, необходимых для его производства – подсолнечного масла, горчицы, яиц. Эти ингредиенты поставляли из Украины и России. Например, крупнейшая в Европе птицефабрика находится в Херсонской области, а подсолнечник и горчица были российскими. И о здоровье. Ученые назвали самой полезной лососевой рыбой арктического гольца. В нем содержится больше всего незаменимых полинасыщенных жирных кислот. Обитает он преимущественно в водах Крайнего Севера, в Тихом Ледовитом и Атлантических океанах. Но есть представители рода, которые живут в водах Азии и Европы.